Добро пожаловать домой, сынок. Пока ты был в пути, мы с твоей мамой с таким нетерпением ждали тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Мы теперь из-за отца и из-за мать в этом доме, Асия. Я хочу верить тебе, Ильяс. Я знаю. Большое тебе спасибо, что ты вернулась. Теперь все будет иначе. Должно быть. Дом в упадке, ты видишь. Девочки в отчаянии. А мама теперь с трудом придет в себя. Она обожала отца. Знаешь, о маминой красоте ходили легенды. А отец даже нить бы был бабником. Они чего только не пережили, прежде чем пожениться. Но им удалось каким-то образом остаться вместе, стать семьей. И мы с тобой будем настоящей семьей, Асия. Еще чего-нибудь желаете, господин? Айран. Три Айрана. Можно вас? Нам по одной порции. Да, конечно. Айран, Кула. Здравствуй. Здравствуйте. Привет. Здравствуй, тетя. А где твой сын? Надеюсь, он не заболел? Мы вернулись домой. Я рад. Очень хорошо. Ты теперь не будешь работать? Дом пришел в упадок. Сибирь не может ходить, вы знаете. Мама Фатма совсем плоха. Нормин и так находится на грани. Все легло на плечи Ильяса. Он не знает, что ему делать. Я должна быть рядом с ним и поддерживать его. Мне нужно привести дом в порядок. Поэтому я не смогу работать какое-то время. Такова судьба. Тетя, если хочешь, найди себе какую-нибудь помощницу. Не волнуйся, мы сами справимся. Еще раз прими мои соболезнования. Я принесу вещи. Вы можете навещать Мехмета, когда захотите. Я тоже буду приносить его сюда. Потому что он захочет вас видеть. Он очень привык к вам. Конечно. До встречи. Бегите. Бегите же. Ну, давайте. Я приберегла этот свитер, чтобы надеть ему на него. На полгодика. Как же он идет нам? Мама собственноручно связала тебе его. Собственноручно. Смотри, папа, как он нам к лицу. Сынок, ну тогда ты сегодня пойдешь со мной на СТО. Слышишь? Раз тебе уже полгодика, пора начинать работать. Нет, нет. Он там замерзнет. Мужчина никогда не мерзнет. Посмотри на мужчину. Нашел с кем сравнивать. Он еще цыпленок. Сынок. Я отвезу Сибель, иначе она опоздает. Наверное, уже ворчит. Сынок, до встречи. Всего доброго. Я из-за тебя пропущу первый урок. Где ты был? Я пришел, сестренка. Не злись. Я знаю. Вы думали, что я брошу учебу из-за того, что стала калекой. Но зря надеетесь. Я не брошу. Сестренка, ты не калека. Просто ты еще не поправилась. Ясно? Я калека. Пора нам смириться с этим. Но я не буду сидеть в углу. Прекратите жалеть меня. Сибель, каждое утро одно и то же. Хватит уже. Никто тебя не жалеет, кроме тебя самой. На следующей неделе пройдешь обследование. Если понадобится, снова сделают операцию. Тебе сто раз объясняли. Скажи спасибо, что ты вообще осталась жива. Я не могу спокойно горевать. По отцу из-за скандалов, что ты закатываешь. Тише, не ругайтесь. Вы не знаете, что я пережила в той аварии. Не наезжай на меня. Сибель, мы тоже горюем вместе с тобой. Ясно? Помолчи немного. Хватит уже. Относись с уважением к близким. Я прошу тебя, сестренка. Наша жизнь и так отавлена. Так хотя бы ты не создавай проблем. Я наняла тренера, а тот его в глаза не видел. Постоянно кормит человека завтраками. А школе он вообще не уделяет внимания. Мы открыли школу, обманули людей, что там преподает чемпион. Открыли школу, а его никто там и не видел. Что теперь будет? Его жена вернулась домой. Он считает ИСТО наследием отца. Они с Тахиром работают там в поте лица, чтобы прокормиться. И к чему это приведет? Я не знаю, чего он добивается. Он не понимает, что без тренировки на следующих соревнованиях весной он сядет в лужу. Я тоже занимаюсь своими делами. Мне приходится заправлять всем, ты в курсе. Я не могла заниматься Ильясом. Но с меня хватит. Найди решение этой проблеме. Уладь ее. Музыка. 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 Ты соскучился по крошке. Как дела у Мехмета? Чуть ли не месяц прошел. Я сама не видела его. Сама истосковалась. Позвоним Аси, ей позовем. Пусть берет Мехмета и приходит. Полюбуемся им. Все равно дела мало. Если она согласится, я заеду за ними. Сынок, тише, не плачь. Я закончу дела и возьму тебя. Мехмед, не плачь. Ребенок надрывается, надрывается. Где его мать? Не плачь. Тише. Тише, тише. Аси, я оставь, я все сделаю. А ты позаботься о ребенке. Хорошо. Что случилось? Почему ты так плачешь? Увидел бабушку и замолчал, да? Правда? Погоди. Смотри, кто звонит. Алло, тетя Мария Мам, как дела? Мы в порядке. Это вас нужно спросить. Мы очень соскучились по тебе и мальчику. Приезжай с ним вместе. Мы с ним побудем немного. Господин Джимшит приедет за вами. Что скажешь? Я бы с удовольствием, но я сегодня очень занята. Мехмеду и так не здоровится. Он плачет со вчерашнего дня. Надеюсь, в другой раз получится. Хорошо, дочка. Ну, что сказать. Поцелуй за нас, Мехмеда. Хорошо? Не расстраивайся, господин Джимшит. У Мехмеда теперь другая жизнь. Мы были ему семьей, когда он в этом нуждался. Но сейчас он со своей настоящей семьей. Так и должно быть. Мехмеда. Мехмеда. Ассия, позвони Ильясу, пусть приходит. Если он будет работать ночью, пусть хорошо поест. Хорошо. Я схожу за ним. Давай, давай, сходи. Он не проснется. Но ты все равно прислушивайся к звукам. Ладно, не беспокойся. Спасибо, брат. Дай бог тебе здоровья. Не за что, братишка. Спасибо, пока. Увидимся завтра. До встречи. Доброго вечера. Пока. Доброго вечера. Она не будет возражать. Она понимает, что происходит. Это не проблема. Мы поговорим с ней. Просто держи Хелли на расстоянии. Ассия видела на похоронах, как обстоят дела. Не переживай. Слушай, мне нужно держаться от этой женщины подальше. Возможно, я с ней спал. Что? Ну, я не помню. Как не помнишь? Я не помню. Я был в стельку пьян. В то утро, когда мы узнали об аварии, я проснулся у нее в кровати. Но я не знаю, что было. На полу было разбросано нижнее белье, а я лежал в кровати. А на соседней подушке был след от головы. Но я все равно не уверен, что что-то было. Ильяс, как можно было так напиться и отключиться? А еще с Алихасомером увидели, как я выходил из ее спальни. Но они молчат уже столько времени, ничего не говорят. Поэтому я сейчас не могу рисковать. Я очень люблю Ассия. Мой сын со мной. Все идет прекрасно. И если я снова свяжусь с Хеллиной, эта история всплывет. Поэтому я не могу рисковать. Вот такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сынок, папа пришел. Добрый вечер. Давайте, пора садиться. Мама! А где Ассия? Она пошла за тобой. Нет, я не ходила. Смотрю, ильяс идет. Там слишком холодно. А где мой сын? Я пропустил вечернее кормление? Нет, сейчас проснется. И мы поедим. Дочка, ну кто ест в такой час? Я потом мучаюсь бессонницей. Мамочка, поешь немного. Все блюда легкие. Тогда невозможно заснуть от голода. Так тоже нельзя. Илья. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Нормин, что? Я выйду ненадолго. Мехмед спит. Не проснется еще пару часов. Но ты все равно приглядишь за ним. Конечно, пригляжу. Ступай. Ты засиделась дома. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Ильяс рассказывал об этом Тахиру. Но он говорил так, будто сам не уверен. Но мне нужно понять наверняка, что произошло. Поэтому вы в подробностях расскажете мне о том, что вы видели. Послушай, от этой женщины всего можно ожидать. Если Ильяс не уверен, она все выдумала. Может, она специально напоила его? Она способна на это? Я сейчас вспоминаю, Ильяс в то утро был чем-то задачен. А потом я размышляла. Эта Хелина наверняка сплела интригу. И специально вызвала нас, чтобы мы увидели это. Правда, умер? Асиэм. Ильяс мой друг детства. И ты тоже мой друг. Если пообещаешь, что не скажешь, что слышала это от меня, то я расскажу тебе всю правду. Но поклянись, что этот разговор останется между нами. Хорошо. Даю слово. Клянусь. Все что угодно. Но я не могу жить с этим подозрением. Я несколько месяцев молчал. Я думал, может, это временно. У него депрессия. На него столько всего обрушилось. Делами есть кому заняться. Но я не могу смотреть, как он обманывает тебя. Раз уж ты все слышала, то да. У них роман. Я узнал от Хелина. Они не таятся в моем присутствии. Хелин сейчас очень несчастна, что ты рядом с Ильясом. Она скоро взорвется. И если я не скажу рано или поздно, ты все равно узнаешь от нее. И это будет для тебя еще большим ударом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!